выставка на которую мы вас сегодня пригласили она посвящена космизму в русском искусстве это не означает что мы показываем здесь произведения о полетах космос гагарина или те кто был после гагарина и это не означает что мы показываем пейзажи скажем фридриха или куинджи или левитана в которых как бы смыкается небо и вода это тоже какие-то космические такие пейзажи этого ничего на этой выставке нет она абсолютно о другом и в этом смысле она совершенно такая новая свежая выставка каких еще пожалуй вот в таком виде и качестве в таком количестве не было она о другом она о том как философские и научные теории очень популярные в первой половине двадцатого столетия повлияли на абсолютное изменение мировосприятия художников и это тоже не означает что художники иллюстрировали философские или научные теории что они как бы следовали за ними нет просто узнав многое много нового о вселенной о человеке об организме человека о крови о каких-то лучах как они называли лучи испускания которые тоже присутствуют в жизни чакобатами которые присутствуют во всех веществах во всей вселенной и на земле и на всех планетах и эти вещества как менделеев доказывал они одинаковые что на земле что вообще на других планетах во вселенной и поэтому вот в связи с этим и художники тоже они понимают что мир мир вселенное пространство они уже теперь должны быть пересмотрены в том числе и в творчестве творчестве художников и как многие считали уже писать картины на сюжеты какие писали в девятнадцатом веке и в тех изобразительных формах как писали в девятнадцатом веке уже нельзя надо уже менять многое надо быть современными надо соответствовать тем новым открытиям которые произошли в первой половине двадцатого века нас как что мы показываем здесь на этой выставке произведение тех художников которые много читали это не просто как бы так мы выбираем произведение по так сказать умозрительные нет мы знаем из переписки из документов из различных источников что эти художники много читали далеко не всегда мы знаем конкретно что они читали далеко не всегда но все-таки многие художники писали и от тех авторов которых они знали читали и так далее и так далее переживали и вообще знаем что происходило в это время в обществе что публиковалось что обсуждалось и соответственно не могло не воздействовать на художников поэтому вся эта выставка на так или иначе завязана на науку и на философию какие были в это время известны обществу и в это время как никогда появились такие высказывания художников которые писали о том что изучать нужно науку надо быть ближе к науке надо читать таких-то и таких-то авторов чего раньше в общем не было по отношению к науке у художников а теперь это появилось это тоже то новое что как бы отличает первую половину двадцатого века от девятнадцатого столетия и опять же это не означает что космизм в изобразительном искусстве это какое-то единое целостное направление нет в рамках космизма работали художники которым было были свойственны самая разная стилистика самая разная тематика и они входили в разные объединения в разные ассоциации то есть каждый из них по-своему воспринимал вот то новое что появилось на уке и философии интерпретировал своих произведений очень многие художники просто настаивают на том что нынешний художник должен много читать много читать много знать и вот например редько художник редько в своем дневнике пишет царствует физика и химия говорят о теории относительности энштейна об восстановлении точного веса атома открытого резерфортом то есть у него таких высказываний довольно много и не только у него то есть из этого совершенно понятно что художники интересовались этими всеми проблемами и конечно они на них воздействовали и они откликались на эти новые вызове как мы теперь говорим своим творчеством миколоис чурленис литовский художник литва тогда входила в состав россии и он относится к пожалуй самым первым художником и музыкантом и композитором чье творчество полностью соответствует идее русского космизма чурленис он родился в литве но очень много путешествовал был в германии учился в германии было естественно варшаве литва тогда была связана с польшей очень крепко и но известность чурлениса как художника ему принесла именно россия потому что в 1906 году впервые чурленис показал свои произведения в петербурге потом он показал свои произведения в 908 году и они совершенно потрясли тех кто интересовался новым искусством свежим искусством современным искусством потому что он показал вот примерно такого плана работы как мы сейчас видим это были целые циклы сотворения мира совершенно неожиданные необычные как он сам говорил я хочу писать сотворение мира но не по библии а совершенно по-другому фантастическими но он это называл фантастическими а в действительности как написали потом о нем вячеслав иванов и другие известные российские философы и деятели культуры чурленис принес в искусство именно вот эту идею космизма он писал о невидимом мире о другом мире не том мире какой есть и соответствует земному миру у чурлениса было много достаточно последователей в россии этого времени хотя далеко не все его признавали его как писал александр николаевич бенуа известнейший критик ругали оплевывали его работы и так далее и так далее но тем не менее молодежь особенно молодежь она увидела в творчестве чурлениса вот тот самый невидимый мир то самое другое потустороннее новое незнакомое неземное чему стали подражать один из художников вдохновлявшийся творчеством чурлениса был николай бенуа николай бенуа это сын александр николаевича бенуа потом позднее он в италии в милане стал главным художником ля скала но в юности он вот писал вот такие вот пейзажи или виды городов неведомых незнакомых фантастических никак не связанных с реальной действительностью и николай бенуа в своих письмах отцу многократно подчеркивал что в чурленисе да и не только в чурленисе философии философии успенского и других авторов его влечет вот именно та самая вселенная которая незнакома землянам нынешним землянам и что уносит его куда-то ввысь вдаль в будущее и действительно все его пейзажи об этом о других каких-то городах неземных неземных пейзажах вот то что собственно был было подходом к новой трактовки философии других планет переселения людей на другие планеты и вообще вселенной как единым целом земля и вселенная земля и пространство это единое целое вот чурленис николай бенуа николай рерих и некоторые другие художники они сделали шаг в эту сторону потом художники другого поколения они развивали эту тему и как бы она распространилась в разные сферы их творчество